добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о наставничестве ученик не обязательно должен быть кем-то кого ты нашел в мире как погибающую душу привел ко христу познакомил с богом и стал его духовным отцом наставничество может быть немножко другим например сегодня огромное число людей в церквях по сути живут как сироты как мы работаем сегодня в плане благовестия в церквях мы идем в этот мир мы рассказываем человеку об иисусе христе приглашаем его в церковь прилагаем огромные усилия к тому чтобы этот человек покаялся приводим его в собрание и передаем пастору мы приводим его к большому директору у которого есть свои воспитатели или свои какие-то административные единицы и говорим теперь ты часть нашей большой дружной семьи вот у нас есть босс его зовут настоятель или там пастор или как-то по-другому неважно и устраняемся на что это похоже друзья прежде всего мне сразу же напоминает это детский дом мы находим то есть рожаем в духовный мир какого-то человека приводим его сдаем в детский дом где добрый хороший директор босс сидящий в большом кабинете очень мудрый он собирает нас каждую неделю и рассказывает о том каким мы должны быть но не кажется ли вам что эту систему мы просто обязаны поломать нам просто необходимо разрушить этот порочный круг и вот среди вот этих вот сирот есть люди которые могут стать нашими учениками потому что не играет роли где сирота живет он под мостом или же в детском доме или в детском доме семейного типа и так далее ему просто необходимы живые взаимоотношения во-первых с богом а во-вторых со своим наставником но живя в огромном интернате приюте человек не сможет построить отношения с отцом потому что в интернате да нет этого духа отцовства там это просто невозможно если вы бывали в таких местах вы понимаете что отец там это последний человек о котором хочется думать апостол павел проходя определенные места он встретил одного молодого человека которого как написано он забрал собой давайте посмотрим это 16 глава деяний апостола с первого стиха дошел он до дерви и листры и вот там был некоторый ученик именем тимофей мать которого была иудеянка уверовавшая отец елен и о котором свидетельствовали братья находившиеся в листре иконе его пожелал павел взять с собой и взяв обрезал его ради иудеев находившийся в тех местах ибо все знали об отце его что он был елен проходя же по городам они передавали верным соблюдать определение постановлены апостолами и пресвитерами в иерусалиме и церкви утверждались верой ежедневно увеличивались числом апостол павел в первом послании тимофея 1 главе 2 стихе называет его истинный сын в вере но обратите пожалуйста внимание что когда апостол павел пришел в дервию то нашел тимофея уже верующим человеком и сделал его своим учеником что-то он увидел в этом молодом человеке и так наставничество может быть основано как на том что вы привели этого человека ко христу так и в том что вы забрали его из какого-то детского дома и украина и Субтитры подогнал «Симон»